Два комара соседа за утренним разговором. Чего это вы, куманек, вчера с вечером так орали, как недорезанный, видите ли, того наркомана, из которого я постоянно пью кровь, забрали в наркодиспансер, а у меня ломка. Мужики в походе бухают у костра. Все отлично, единственная проблема, комары, которых просто огромное количество. Мужикам комары надоели, потушили они костер, чтобы комары на свет не летели и заныкались в палатку. Через некоторое время один, уже совсем бухой мужик, из палатки выглядывает, а на улице светлячки летают, мужик перепуганный залезает обратно в палатку и говорит, мужики, комары с фонариками вернулись, нас ищут. На базаре мужик продает комара в банке. На банке надпись заменитель мужчин, 25 рублей. Женщина, а как им пользоваться? Дома разденься, выпусти из банки и лежи. Если что не так, звони мне, вот телефон. Вечером женщина звонит, пришла, разделась, легла, выпустила, а он сел на стенку и все. Так. Лежи. Выезжаю. Приехал мужик, разделся и говорит комару, смотри, тупица, последний раз показываю. Китайская народная мудрость, когда комар садится на яйца, приходит понимание, что все-таки есть вопросы, которые лучше решать мирным путем. Клещи и комары выращивают в лесу грибы и ягоды, как приманку для добычи. Витя подходит к Ване и спрашивает. Вань, а почему у тебя голова перевязана? Да комар укусил. Так ведь комары не больно кусаются. Так мой брат лопатой его убил. Приехал мужик на север. Пошел в поход. Лег ночью спать и вдруг слышит страшное гудение, ветер деревья гнет, грохот. Потом все стихло. Мужик высовывается из палатки, смотрит, стоят два огромных комара. Лохматые, метра два ростом. Один другому басом говорит, смотри, еда. Тут сожрем, или на болото потащим. Ты что, охренел? На болоте его взрослые отнимут. Как спали, Софья Натановна? Плохо, зятек. Всю ночь комар кусал. Утром проснулась. А подушка в крови. Так это его после вас, мама, вырвала, наверное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова